всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале мд регион меня зовут антон и сегодня я вам расскажу про три мачете от фирмы trooper которые нам пришли в середине лета все лето и осень мы их тестировали сейчас я готов вынести по ним вертикт давайте перейдем первому типу это колумбийский тип инструмент представляет собой нож с длинным лезвием и удобной рукояткой по конструкции это стандартная труппировская мачете полотно лезвие крепится в рукоятке на четыре заклепки что дает вам дополнительную безопасность при использовании можете быть уверенными что она не слетит ручка имеет s-образную форму мачете удобно ложится в вашу ладонь в конце лезвия вы видите скос и эта часть не заточена это безопасность в рукоятке имеется отверстие под темляк сталь из которой выполнено лезвие данной мачете углеродистая марку вы ее сейчас видите на экране содержанием углерода 0,7 процента по ее габаритам длина и 585 миллиметров длина лезвия 460 миллиметров толщина лезвия у рукоятки 2 миллиметра на конце 1 и 2 миллиметра вес ее всего 460 грамм такой инструмент как мачете в нашей стране довольно специфичный на родине их используют для вырубки сахарного тростника и срубания кокосов у нас же их используют в основном рыбаки и охотники для прокладывания троп и срубания жестких веток деревьев а на что они способны мы посмотрим в тестах второй тип мачете это трупер рэмбо как вы видите конструкция здесь немножко поинтереснее это не просто лезвие которое крепится в рукоятке все также на четырех заклепках на лезвие вверху увидите пилу серрейторного типа открывашку и стропорез пила конечно здесь больше условная но с небольшими деревьями я думаю что она справится по габаритам она также отличается длина ее всего 440 миллиметров из них 310 миллиметров это лезвия толщина лезвия 18 у основания 1 и 5 на острие за счет небольших габаритов ее можно взять собой поход подойдет для несложных задач нагрузка на кисть при работе уменьшается за счет того что она весит всего 310 грамм и также и очень удобно использовать густых зарослях ну а для самых сложных задач вам подойдет третий вариант это мачете трупер матч 18 обзор на нее я уже делал по ссылке в описании пройдите посмотрите друзья при покупке мачете максимально точно определите задачи для чего вы будете ее покупать и при использовании необходимо мачете заточить потому что все они поставляются абсолютно не заточенными и я вам расскажу почему мексиканская компания трупер работает в основном на рынок сша а по законам торговли в сша запрещено продавать заточенными инструменты такие как топоры либо мачете и делается это для нашей с вами безопасности а теперь давайте перейдем к тесту начнем с мачете колумбийского типа возьмем такую вот веточку как вы видите без особых усилий при работе мачетой вкладывайте работу кистью то есть не забывайте работать кистью это придаст дополнительное усилие давайте возьмем веточку потолще это уже будет посерьезнее итак друзья смотрите почему я говорил про правильный выбор мачете берем маленькую легенькую мачете соответственно она и перерубает но не с первого раза берем вторую мачете колумбийский тип она уже соответственно длиннее вес у нее побольше у нас время подходит к обеду давайте заодно проверим как мачете справиться с мягким хлебом без особых усилий прекрасно режет давайте возьмем другую мачете колумбийский тип в этот раз дело в вы вы в в в в Продолжение следует... Продолжение следует...